Добрый день! Очень приятно вступать в очередной раз в Казанском федеральном университете в этом зале. Особое спасибо Лене Григорьевичу Толчинскому за то, что он делает для вас. Поверьте, это опытный менеджер, это опытный начальник, это опытный журналист, это опытный хозяйственник. Постарайтесь посмотреть, как он работает. Постарайтесь не злить его в том смысле, что не надо плохо учиться, посмотреть, как он все это делает. Я с ним знаком, наверное, с тех пор, как вы пошли в школу в начальную, в первый класс. Тогда он работал в Татаринформе, и мы делали, и до сих пор, как видите, делаем такие проекты, как медиапроекты, видеомосты, в том числе и через РИА Новости, в том числе и публикации в Татаринформе. Я сюда привозил из Москвы немало гостей, хороших спикеров, киношников, режиссеров. Ну, там у нас был Роман Качанов, вы, наверное, может быть, не знаете. Такой есть фильм «ДМБ» или «Даунхаус». Был руководитель первого детского хосписа из Петербурга, отец Александра Евгеньевича Каченко и другие. Мы фейс-то-фейс говорим с вами, как работать, как мы умеем работать. Я не говорю слово «должны», что вы должны. Поверьте, лично я никого не учу. Если мой опыт жизненный, профессиональный опыт фаната Рубина и Акбарса, особенно в взаимоотношениях с питерскими и московскими командами, то, пожалуйста, можете взять некие полезные вещи для себя. В первую очередь, конечно, это касается профессиональной позиции. Я, скорее всего, конечно же, не писатель, но так говорят, книги вышли, ни одна книжка вышла. Ну, говорят, что я писатель. Хорошо, я соглашусь, и поэтому спасибо большое литературной премии «Глаголец» за приглашение, за то, что мы встречаемся, мы ездим по библиотекам, у нас есть мастер-классы, у нас есть встречи с молодыми поэтами, с писателями на русском и татарском языках. Это очень полезно. Сегодня мы провели очередной день работы с молодыми писателями и поэтами. Абсолютно хорошие тексты, абсолютно ровные. Вы поймите, что ваше поколение намного свободнее, чем наше. У вас есть телефон, вы умеете во всем этом быстро разбираться, для нас это надо вникать, в соцсети, в инстаграме. До сих пор не могу понять, как вести этот инстаграм, чертов. Для меня в фейсбук намного проще. В контакте я не понимаю никаких вещей. Я понимаю две вещи, извините, одноклассники. Там можно солить огурцы, любить зайчиков, я не знаю, более взрослый, наверное, в фейсбук, где можно вести такие дискуссии. Это соцсети, да. Инстаграм для меня тяжелый, я не понимаю, но я понимаю, что им нужно вести. Как это сделать, для меня сложновато. Тем не менее, я бы не хотел просто быть таким умным человеком, перед вами таким сидящим, да. Я бы хотел больше диалога, поэтому я не слишком много буду говорить о себе. Я бы с большим удовольствием услышал бы вас, если есть вопросы, я отвечу с большим удовольствием, причем вопросы любые. Любые, абсолютно. Про мою семью. Если есть любовница, может быть, про любовницу. Я не знаю, что. Абсолютно спокойно. Видите, я растормошил, да, то вы сидите такие, прям зажатые. Любовников нет, сразу скажу. Мне сказали, что вы первый курс, вы больше по телевизионщикам. Телевизионщики, я так понимаю, да? Вот смотрите, я приехал в Гузале, вот, в Ветельнице. Она меня встретила в одном галсту, правда? Я сейчас переодел в другой галстук, потому что я понял, что телевизионщики люди, которые работают с картинкой. Да, для вас это очень важно. А посмотрите, как я одет. У меня красный галстук, который подчеркивает лицо. Если бы у меня был черный галстук или серый галстук, у меня бы лицо немножко сливалось с пиджаком, с костюмом, да. Поэтому обратите, пожалуйста, внимание, и когда вы будете работать с героем и ваших, ваших сюжетов, прям не стесняйтесь этого. Говорите, вот лучше оденьте, вот, вот, чтобы не рябило. Потому что на вас будут ругаться режиссеры, операторы, начальники. Вы просто предупредите человека, с которым будете работать, как он должен быть одет, не в свитере. Лучше всего костюм, яркий галстук. Лучше не желтый. Вот красный, типа такого вот. Не стесняйтесь говорить и просить ваших респондентов быть такими, чтобы было удобно для вас. Этого не стесняйтесь. Пожалуйста. Иногда наше стеснение журналистка, оно приводит к таким, ну, нежелательным вещам. И именно наше... Я сейчас вот эту девушку удалю из зала. Я шучу, ну что вы. Не стесняйтесь говорить с людьми, с которыми вы работаете. Поймите одну маленькую вещь, но очень важную. Вы работаете с людьми. Могут быть психи, могут быть неадекватные, могут быть послушные, могут быть непослушные, но это ваша работа. И как вы выстроите с ними отношения, у вас будет программа, таким у вас будет сюжет. Вы работаете с картинкой. Если я читаю текст, если я читаю соцсети, если я читаю печатную продукцию, это одно, у меня представление одно. Слушаю радио, это одно. Но я смотрю визуально и слушаю. Я вижу картинку. Я работал, скорее всего, к этому возвращается, с Дмитрием Константиновичем Киселевым, который ведет «Вести недели». Я с ним работал не один год, много лет. Мы с ним были и в мечети, и не в мечети. Кстати, человек очень коммуникабельный, профессионал с большой буквы. Очень любит свою работу и очень уважает своих коллег. Поймите, еще одну вещь. Вы можете не любить человека. Вот не можете не любить человека. Но вы должны его уважать. Пожалуйста, это вам говорят ваши родители, и я тоже скажу еще раз. Уважайте свое окружение и людей. На Кавказе есть хорошая пословица, которую я очень часто привожу. Вы тоже можете взять на вооружение. Такое пожелание с днем рождения или с каким-то юбилеем. Я желаю тебе достойных врагов. Все понятно. Если враги недостойные, то и ты абсолютно никакой человек. Если у тебя враги мелкие, то ты сам мелкопакостный. Я сейчас не говорю, конечно, что в твоей окружении это враги или коллеги враги. Абсолютно нет. Но даже к программам надо относиться уважительно. Таким образом вы уважаете себя. В работе журналиста, особенно тележурналиста, который сопряжен с такими большими напряжениями, с психами, повторюсь еще раз. Человек, назначили человеку встречу, он не приехал. Это особенно касается прямых эфиров. Я в Израиле 5 лет назад как раз ровно. Я опаздывал страшно на телевидении, на 9 канал. Я бежал, слава богу, успел. Но я понимал, что я очень сильно подвожу своих коллег. Очень сильно. Моя проблема, а не их проблема, что я не выехал заранее. Никого не волнуй, что там были проверки или была пробка. Поэтому с теми людьми, которыми вы будете общаться, заранее предупредите. Если есть возможность, возьмите номер машины. Если нужна парковка, сделайте парковку. Если нужны фамилии, имя, отчества, водители, которые в пропускной режим, то же самое. Человек к вам пришел в студию обязательно, чай, кофе, воду. Может быть воду, если у него с бодонами приехал, не знаю. Поэтому уделите больше внимания и попробуйте расположить его к себе, своим вниманием. Маленькая деталь тоже можете сказать. Если перед вами девушка, скажите, какие у вас там красивые сережки. Если там какая-то женщина, скажите, какая у вас там красивая брошь. То есть такие мелкие. Если там мужчина, скажу вам по секрету, вы можете подойти, особенно касается красивых девушек. Я так скажу, хороший костюм. И уйти. Все, он в вашем кармане. Вы его захомутали, что называется. Замуж выйдете или нет, я не знаю за него. Если он не такой старый, можно, наверное. Но он вас запомнит по таким маленьким вещам. Или он там пишет ручкой, скажет, как интересна у вас ручка, где вы такую взяли. И скажет, что никакая обычная пластмассовая штучка. Если ручкой пишет, конечно, и у него рука не дрожит. Попробуйте узнать у него побольше о нем самом, какой он раздражительный, коммуникабельный. Или такой вот. Никогда не говорите, что он дурак или дура. Даже коллегам не говорите, какой это идиот интервьюер. Постарайтесь все-таки корректно относиться. Почему? Потому что таких людей у вас будет сотни, тысячи. А эти люди – это ваши ступени по карьере вверх. Чем меньше вы скандальны, чем больше вы профессиональны, тем выше вы подниметесь. Это очень-очень важно. Можно, конечно, сказать, вот я звезда, я веду утренний канал на телеканале Татарстана, а это вот сейчас идиотка приедет. Ребята, вот это слава ваша. Она такая иллюзорная. Она выплывает очень быстро. О том, что вы даете оценку, даже и особенно в профессиональной среде, уходит очень-очень быстро. Это может быть лучшая подруга, которая скажет, да она всех обзывает, или он всех считает идиотами. Не заноситесь, не поднимайте широко свой, высоко свой нос, пожалуйста. Относитесь с уважением. Меньше оценочных суждений, особенно в личном контакте. Попробуйте узнать, чем этот человек живет, какими он тем моментами, разговорите его. Если у вас с ними интервью или маленький сюжет, телевизионный сюжет, да, вы, я вас очень прошу, скажите ему или ей такую вещь. Вы извините меня, но у меня могут быть неудобные вопросы. Извините. Если вы не готовы, не отвечайте, ребята, вы не на допросе, вы не выбиваете показания, вы просите человеку рассказать. Если он не хочет, не надо и микрофонами по голове бить, пожалуйста, или шнурком завязывать на шее, со словами, нет, ты скажешь, а мне не хочет, не надо. Один маленький сюжет, один маленький пример. Если человек, такое длинное интервью, это я сейчас говорю о таком длинном интервью, если интервью такое длинное, на час, на полчаса, задали вопрос, и вы нутром чувствуете, что не полностью, да. Он ответил и замолчал, как бы заканчивая, что вот все, я дал ответ. Вот тут полминуты подождите, он расколется сам или она. Вот просто дайте немножко подождать вот этому человеку, чтобы он там сам, вы молчите, вообще ничего не делаете. И он вам сам все скажет. Я понимаю, что телевидение это очень такая трудная, трудный выбор профессии, как, впрочем, журналистик, я о себе сижу. Извините, я буду много воды пить, я не то, что я вчера пил, я вчера поздно пролетел, в ночь. Что касается прямых эфиров, засада может быть в любом месте. Мы однажды пригласили латышского посла, был в РИА Новости, и это было давно уже тоже. Боже мой, сколько я живу. А до этого, за два дня, в Риге прошел марш бывших эсэсовцев. И так получилось, когда выступал посол, встал человек и закидал его кефиром и солеными огурцами. Это было что-то. Мы не досмотрели, мы не посмотрели, у журналистов, кто это был. Было немножко неудобно перед послом, но это эффект вот того, то неожиданности, которая может быть с вами. Вы, наверное, видели в YouTube или на других каналах, когда такие вот приколы или проколы прямого эфира. На человека нападает смех, на ведущего, на опытного ведущего нападает смех. Бывает такое, ничего страшного. Что делать? Да ничего не делать. Но случилось, случилось. Это прямой эфир. Тут засада может быть на каждом. Может вода пролиться, может он вырвется матом. Но так случилось. Вы не считайте, что это каким-то позорищем. Это профессия, это прямой эфир. Это было и на радио. Упал телефон, заматерился. Или думал, я однажды вел пресс-конференцию в РИА Новости. Я там очень много пресс-конференций провел, где около тысячи, наверное. Всякие случаи бывали. Однажды я не выключил микрофон и дал слово одному товарищу. Я понимал, какой он занудный. Боже мой, я уже знал, что он будет там сейчас полтора часа говорить в билиберду. И я говорю, а сейчас ему рот не закроешь. Я смотрю, что у меня микрофон к плечу. И все стали смеяться просто, понимаете. Однажды, маленький секрет, я уснул на своей собственной пресс-конференции. Такой был занудный этот спикер. Вот он там начинал. Я вот как, знаете, когда слушаю турецкие песни, засыпаюсь по-тихому. Вот я просыпался, говорю, да, коллеги, добрый день, мы продолжаем посыпать. И опять засыпаю. Такие вещи могут быть. От этого никто не застрахован. Вы тоже не делайте из этой истории какую-то трагедию. Просто посмейтесь. Понимаете, это может быть разное. Ну, правда, может быть разное. Очень много, вы знаете, когда вы берете интервью, там, или прямой эфир, там, или на улицах, там, сэндап. Прохожие хотят показаться в кадре. Раз, два, три, там. Некоторые просто лезут на рожон, на камеру, там, типа, а, мам, привет. Опять же, вы не старайтесь конфликтовать с ним. Скажите, слушайте, что тебе не хватает, славы, что ли, да, ну, уйди, там, не знаю, тикток заведи себе. Они сознательно и специально вас провоцируют. Не ведитесь, не ведитесь на провокации. Ни на какие провокации не ведитесь. Делайте свою работу, держите генеральную линию, ничего не бойтесь. Если вы уверены в себе, а уверенность вам обязательно придаст и Толчинский, и университет, и ваше образование, и ваша человеческая сущность, у вас много получится. Я не скажу, что у вас получится все, нет. Но вы сами будете рулить и выберете тот путь, на который вы сами выбрали. Я еще раз говорю, телевизионщик это сложная профессия, очень сложная, потому что все телевизионщиков, каких я знаю, всех телеведущих, которых я знаю лично, с которыми я общался, люди тщеславные, обидчивые, люди эмоциональные. Это немного артисты. Вы же любите о кадре, правда же? Ну, правда любите или не любите? Ну, все, кто идет на телевидении, любят себя в кадре, давайте не будем это скрывать. Все хотят славы, все хотят сцены. Вы не исключение, вернее, вы в авангарде вот этой журналистики, некого артистизма. Ну, в принципе, наверное, и все, что могу сказать. Вопросы и ответы, наверное, да? А так я родился, вырос в Оренбургской области, в маленькой деревне. Ходил в школу каждый день 5 километров туда, 5 километров обратно. Когда автобус брал, брал, мне автобус не брал, так не брал. Потом была армия советская, великолепная. Потом факультет журналистики МГУ. Я был хулиганом, я учился 18 лет на журфаке. Скрывать не буду. Меня отчисляли, я увольнялся, я женился, я развелся, я женился. Пошли дети, я учился, учился и учился. Это было и весело, нечего скрывать. Когда я заходил в аудиторию уже на последнем курсе, вся аудитория вставала, думала, что я преподаватель. Я говорил, садитесь, идиоты, я такой же дурак, как вы. В принципе, вот и все. Учился с кем? Ну, с Малаховым учился. Это, конечно, не лучшая моя, это самое. Это черта моей биографии. Есть много ребят, студентов, с которыми я учился. Дима Корностаев, главный редактор РИА Новости. Очень много ребят работает на телевидении, в Коммерсанте. А у вас сейчас, помимо того, что вы студенты, что вы курсы, вы сейчас друг с другом знакомитесь и поймите, что вот эти связи, которые у вас сейчас есть, личностные, они потом вам могут пригодиться. Потому что кто-то из вас станет новым Киселевым, новым Соловьевым, новый Ксенией Собчак. Ну, фу, да, конечно, ну, а что делать? Да. Ну, они же смотрят, согласитесь? Смотрят, у них есть в аудитории, есть в аудитории. Нравится или нет, ну, тогда, не знаю, смотрите Кинга, например. Ну, конечно, смотрите и учитесь тому, что делают профессионалы. Смотрите каналы, смотрите YouTube, хорошее есть интервью. У Дудя, например, хорошее интервью, просто замечательное. А есть такой еще, я бы посоветовал, есть такой, мы же посмотрели, Антон Волков, да? Антон Волф на YouTube, он ходит в магазин, там, в любой магазин сетевой, пробует продукты и говорит, я за это платить не буду. Приезжает милиция, полиция, доставляете, он говорит, я не буду платить. Почему? Потому что товар просроченный. Просроченный товар не имеет материальной ценности. Так что вы можете пойти в любой сетевой магазин, выбрать продукты со сроком хранения, которые уже все, и можете скушать, вам ничего не будет. Смотрите, канал очень хороший, прям, очень хороший, прямо все, 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 прям молодец. Миллионные просмотры. И вот как общаться с полицией, надо знать закон. Как общаться с работниками магазина, как работать с охраной, и как общаться с полицией, если вы оказались в участке. Посмотрите, хороший парень, очень. Ну, это вот, он в YouTube, конечно, это не телевидение, но он собирает очень хорошую аудиторию. У него не попсовая, он прям такая молодец. За год он сделал такой проект, прям обзавидоваться мог. Все, наверное, я тогда вопрос задам, а то скажешь, что я старый Болтун, и все. Если вы хотите задавать вопрос, что выкипоминали, я вам передаю. То, да. Скажите, пожалуйста. Вы телевизорчики. Извините. Вы представляетесь, какой курс, что, да? А не то, что я, вот Ксения Сапчак, которую знаю все. Извините. Нет, нет, извиняться не надо. Никогда не извиняйтесь. Арина Нечиталюк, первый курс, мистерство телеведущего. Скажите, пожалуйста, что вы считаете самым сложным аспектом профессии журналиста? Психологически, не знаю, эмоционально, физически. Вот что самое сложное в профессии для вас? Самое сложное для меня – это ответственность. Я прошу вас тоже отнести к этому словам очень. Хороший вопрос. Хороший вопрос. Эмоциональное выгорание, сейчас я вернусь к этому вашему вопросу, эмоциональное выгорание – это нормально. Депресняк для журналиста – нормально. Посмотрите фильм «Сальвадор» 87-го года Оливера Стоуна. Это про нашего брата-журналиста. Человек оказывается во время войны в Сальвадоре, что он делает? Он пьяница. Конченая пьяница, алкоголик. Он журналист, наш коллега. Он делает такие репортажи. И так, выключи все телефоны. Сейчас выгоню всех. Да, вот просьба. Когда вот такая вот, так сказать, аудитория, либо убираем звук на обеззвученный режим, либо включаем телефон. То же самое и в студии, да? Так вот, человек работает журналистом в Латинской Америке. Это фильм «Сальвадор» Оливера Стоуна. 86-й год, по-моему. Он выполняет свою работу в полнейшей депрессии, война, резня. Это вот в фильме. Вне фильма оказалось, что все, кто играл в этом фильме, за все время никогда, по требованию режиссера, не стирал ни рубашку, ни ничего. Это профессиональное отношение к делу, профессиональное. За время фильма было убито несколько участников этого фильма, потому что они были членами банформирований, скажем так, в Сальвадоре. То есть были разборки. Это про фильм. Эмоциональное выгорание абсолютно. Ваше внимание, ваши эмоции, ваши чувства, они нас сжирают. Это я вам по своему опыту говорю. Психи, да, бывают, конечно же. Особенно отрываешься. Ты улыбаешься каждому, кто к тебе пришел в студию. Ты готов их, чуть ли не первого, второго убить. Потому что надоело. Умейте отдыхать. Если у вас не работают мозги, забейте на все, берите билет, езжайте в Турцию отдыхать. Или в Египет, или в Крым. Умейте отдыхать. Очень важно для молодых уметь отдыхать. У вас, в отличие от нас, старшего поколения, у вас сильное информационное насыщение в ваших головах, ваших неокрепших умов, мозгов. Умейте отдыхать. Просто отключаться. Ответственность, в первую очередь, для меня. Вот таким отправной точкой был. потому что у меня были публикации, для которых мне было стыдно. Потому что я с ними не согласовывал, я не согласовывал по молодости лет свои материалы. Человек говорил одно, а я думал, что он сказал другое. Таким образом, я пару раз попил людей. Мне было не очень удобно перед ними. и тоже возьмите к себе на вооружение с людьми, которыми вы общаетесь один раз, очевидно, вы с ними будете общаться еще 10-15, а то и тысячу раз. Если вы сделали хороший материал, вы пригодитесь. Но никогда никого ничего не просите. Сами придут и все сами дадут. Михаил Фанатович Булгаков. Вот такой, если я ответил на ваш вопрос, ответственность, что вам было не стыдно? Что вы не бегали от человека, от бандитов, от кого-то еще за свои слова. Грубо говоря, за базар надо отвечать. Спасибо большое. Конечно, можно. Давайте смелее. Ребята, вы поймите, вы телевизионщики, вы вообще, вы придете как танк. Как Артем Лукаянов и Зак Барсов. Что вы? Ну давайте. Мы смелее. Капитолина Агаркова, первый курс, мастерствователь ведущего. Прекрасно. Вы говорили о том, что в любой ситуации нужно держать себя в руках, но были ли у вас моменты, когда вы выходили на негативные эмоции? Если да, может быть, расскажете? Ну, негативных эмоций не было. Если есть, ну, конечно, были. Было иметь в виду, что я выхожу на человека, и человек не хочет со мной разговаривать. Или начинает хамить. Я говорю, все, интервью ничего не будет. До свидос. Просто до свидос. Он говорит, не, не, это ты не понял. До свидос. Второй раз заходит, третий раз заходит. Пока я не научу этого человека, как прыгать, как собачка, через это самое, через круг, да, то я с ним общаться не буду, потому что это будет мне, в первую очередь, для меня это будет бескомфортно. Не хочу. То есть, любое такое отношение вы пресекаете сразу? Ну, А зачем конфликт раздувать, когда конфликт изначально, ну, только, когда тема разговора изначально конфликтная. С охраной были разных лиц, государственных, да. Я тут рассказывал, история, может, она, конечно, такая, не очень красивая, но я приехал в Казань на Казань саммит и надо было поговорить с человеком из одного из исламского банка, крупнейшего в мире, крупнейшего просто, а у меня с ним была договоренность, а меня не пускает охрана. Я три дня в Казани, я не могу взять у него интервью. Я переселся со всей охраной. Это не его, он не знал, что я стучусь к нему. Я взял у него интервью в итоге. Я потом плясал на крышке гроба этой охраны. Как я его поймал, это банкира? Извините, я поймал его около писсуара, я случайно зашел в туалет, и он там стоял рядом. Я подошел и взял его во время процесса интервью. Когда я вышел, мы оба вышли, охрана говорит, а что вы там делали? Я интервью брал, да ты что, до этого ребят свободны. Ну, они, конечно, ко мне относились, я себя вел не очень хорошо, но у меня было редакционное задание взять интервью у крупнейшего банкира в исламском мире, как мы работаем. Понимаете, ну, как психовать? Вы же сами подготовились к этому разговору. Вы должны знать, какой он человек. Вы же ждете, что от него он сейчас, вот я приду, зелезда такая капиталена, придут такая, все упадут в бомбарок, да? Нет. Вы такой человек, как все. И он такой же, как все, со всеми слабостями, сильными сторонами. Не ожидать от ничего, типа, вот сейчас, оно мне сейчас, ничего подобного. Но если он не хочет, то не хочет. не провоцируйтесь, не идите на поводу таких людей. Просто себя держите в руках и все. Это просто совет, как бы, совет, не более того. Спасибо. Вам спасибо. Давайте мы молодым людям передадим, чего мы-то, чисто, девушки. потом к нам вернемся. А вот, да, вот он, вот человек. Не надо к нам смотреть, потом вернем микрофон. Симонов Тимур, первый курс, мастерство телеведущего. Возможно, немного провокационный вопрос, но есть ли кто-то из известных журналистов России, которому вы бы руку не пожали? Да, я не жму в руки, Тимур. Тимур, да? Да, я не жму в руки. Например, Максима Шевченко никогда. Никогда. А можно знать, почему? Да, когда в 2014 году, в 2014 году РИА Новости были преобразованы в МИА России сегодня. Сменилось руководство, этот деятель выступил, у нас была депрессия, ну как, ну понимаете, когда реорганизация, тяжело проходит, тем более такой махины, как РИА Новости. И он написал на Фейсбуке, наконец-то гнездо антироссийской пропаганды закрыто, имея в виду РИА Новости. Я тут же выкладываю фотографии, где он два месяца до этого сидит в зале РИА Новости, дает интервью, сказал, вот, Максим Шевченко, так называемый деятель, говорит о РИА Новости, хотя сам сам вступал до этого. Но у нас еще личностные вещи есть. личностные вещи есть, которые, ну нет, не пожму руку, нет. Есть другие еще, ну кому бы еще я не пожал бы, ну Ксения Собчак, например, я бы не пожал, хотя уважаю, я ее уважаю, она очень сильная журналист, очень умный человек, очень умный. А Ксения Собчак за что? Ну она профессионал, у нее есть в аудитории, довольно сильная, довольно мощная. За что бы руку не пожали? Ну она же девушка. Боюсь сильно переезжать. Знаете, все эти вот эти ее личностные дела, да, в личной жизни, это личная жизнь, нет, как профи, она, конечно, хороша, но это не моя аудитория, не моя. она очень сильно провоцирует, провокатор же такая, но она умеет разговаривать человека. Я смотрел интервью с Моргенштерном, вы знаете, я говорю, можно относиться к Моргенштерну по-разному, и к ней тоже, но это очень хорошо сделанный материал, очень хороший материал. Я бы убрал, если бы там убрать мат, то материал очень такой насыщенный. Если бы не лишние понты Алишера, то это хороший материал. Но я это изучаю, я понимаю, что это нужно. Понимаете, это своя позиция, это своя аудитория. Я тоже должен знать как журналист. Блин, я не могу удержаться. Можете сказать, как относитесь к Моргенштерну? Да нет, нет, вы спрашиваете любые вопросы. Как я сказал, вы можете задавать любые вопросы. Моргенштерн абсолютно талантливый человек, абсолютно талантливый человек. А я очень люблю его творчество, но я понимаю, что его творчество от шайтана. От шайтана. То есть очень много такого негатива. Очень много негатива. Но все прикрывает то, что делает Моргенштерн относительно боготворительности, когда он помог этому парню. Помните, да? Ребята, я сразу на глазах выступил. Потому что такие люди при всем таком хайповом поведении готовы оказать большую поддержку своему же соотечественнику. Причем не жалея никаких денег, ничего подобного. Я вот сравниваю с Роналдо. Я очень люблю футбол, но не футбол сам. Поведение людей. Когда Роналдо вышел на футбольное поле с прической, и у него было вырезано на голове сбоку такой зигзагообразный, да? Помните, да? То есть он на голове такой зигзагообразный такой знак. Оказывается, он скопировал этот знак, который был у мальчика, которому сделали операцию на голову, и он эту операцию оплатил. То есть вот этот знак он скопировал. Молодцы. Понимаете? Можно быть, наверное, плохим человеком. Я сейчас не говорю про Моргенштерна. Наверное, можно быть плохим человеком по поведению, как ты живешь. Когда ты оказываешь помощь ближнему, вы это, может быть, сейчас не очень поймете, но с возрастом поймете, поверьте. Когда ты оказываешь большую поддержку ближнему, то все твои плохие вещи, они смываются, нивелируются. Ну, конечно, да, к Моргенштерну я отношусь так вот. Неоднозначно. Ну, говорю, вот, ну, клипы и песни его, да. Иногда я просто смотрю, когда он там, концертских шиньеве, это просто чудо. Ну, просто чудо, концертских шиньеве, это просто. Смотришь там. И ты вчера доказываешь, что молодежь правильная, молодежь умная, талантливая, но как бы ее направить? Вы поверьте, в наше время мы тоже слушали такие песни. Там, например, группа одна такая, я сейчас не скажу, не для популярности. Ребят, послушаешь, Моргенштерн по этой части, да, как кажется, маленьким мальчиком. У нас же тоже были свои протестные. Вы думаете, я просто так ходил в костюме? Нет, у меня был ирокез, я ходил в ирокезе. А чего? Да, по Тверской, в майке с этим, с Куртом Кобайном, в оборванных джинсах. Я считал это нормально, но передурачился все хорошо. Так что, не думайте, что мы там слушали только Аллу Пугачеву, Софию Ротару, Кобзону и все остальное. Нет, мы слушали такие группы и такие песни у нас были, по которым некоторые песни радио Шансон оказываются совсем дерским лепетом. Все нормально. Или Тимати, там, почему нет, хороший сделанный клип. Послушаем, да, ребят. Курбанов Салават, первый курс мастерства телеведущего. Сейчас Салават, мы обещали вот этой девушке, потому что я обещал девушке. Да, давайте, хорошо. Потом вам вернем. Сейчас мы вам, вот, возьмите микрофон. Спасибо. Какой молодец. Здравствуйте. Добрый день. Казменко Василиса, первый курс мастерства телеведущего. Вот, по вашему мнению, какими качествами должен обладать или развить в себе человек, чтобы стать хорошим телевизионщиком? Хороший и сложный вопрос, с одной стороны. Сейчас, сейчас выселится. Смотрите, я, кого я знаю из, лично я знаю из тех, кто состоялся такими известными, популярными, а главное, профессиональными ведущими, да, они очень много работают над собой. Поскольку вы являетесь человеком публичным, вы, наверное, должны, если вы хотите сделать нескандальные передачи, нескандальные программы, то вы должны отсекать профессиональную деятельность и личную деятельность. Многие, ну, некоторые журналисты путают это все и выставляют в соцсети, типа, я вот там была, там была. Вы поймите, что вы находитесь под объективом, и ваше поведение будет сказываться на вашей профессиональной деятельности. Четко определить, что вы хотите, что вы не хотите. Если вы хотите писать про моду и про скандалы, и про ночные клубы, про наркотики, про закладки, я не знаю, что-то еще, да, видите один образ жизни. Если вы хотите быть уважаемым, более уважаемым и состояться как профессионал, такой политический, экономический обозреватель, корреспондент, у вас будет другое. Вы будете, вы не будете путать личную жизнь и работу. Всех, кого я знаю из ведущих, они не скандальные люди. Ну, я знаю Собчак, но Собчак не знает меня, слава богу, да. Я знаю Киселева, из Киселева знает меня, я знаю Тимуса Разиева, который из Казани, который работает в Лондоне сегодня, да, классный парень. Или Марат Сидников, который у нас на НТВ. Они всегда аккуратно и все подтянуты, это уважительное отношение к коллегам, уважительное отношение к окружающим. Строго смотреть за своей одеждой, за лицом. Лицо это ваш рабочий стол, да. Если там какой-то прыщик выскочил, не надо его давить, идите посмотрите, там, к косметологу, например, да. Там, если у вас какая-то образовалась после летнего отпуска некая монобровь, сходите, выщипывайте, да, там, чтобы у вас в этой кепке не было. Люди смотрят такое за собой и смотрите, когда вы устроились на работу, очевидно, у вас будет контракт подписанный. В контракте будет написано, что можно делать, что нельзя делать. Вы должны выполнять все эти условия. Помимо контракта, помимо ваших обязательств, есть такие негласные обязательства. Поймите, если вы работаете на телевидении, вы едете в машине и вас стукнули, правы были или неправы, это видео появится. Если вы человек знаменитый или хотя бы известный, это выложат в YouTube. И поэтому поведение, по-вашему, будет на вас смотреть, какая вы. Если вы истеричка, если вы психопатка, да, это будет, наберет большой просмотр. Я к тому, что веду, что в любом, сейчас я скажу свою мысль, когда я устроился работать в РИА Новости, а мне сказали, никогда не драться, никогда не драться, ни в метро, ни на улице, нигде. Я говорю, а что же делать? Ну, избегать конфликтов. Я говорю, ну вот хулиганы. Надо сделать так, чтобы хулиганы убежали, а ты победил, а девушка, которой они приставали, должна вас поблагодарить. То есть, вы должны быть бесконфликтными, если вы говорите о серьезном ТВ, если о серьезной программе, передаче, понимаете, вы должны быть вне конфликтов. Вот вы же знаете, там, взять того же Максима Шевченко или, я не знаю, ну, давайте возьмем, опять же, Собчак. Круг, конечно, такой узкий. На чем они строят? Это на хайпе, на скандале. А Дмитрий Константинович Киселев вряд ли бы связывает с его имя, с каким-то скандалом. Или с Тимуром Сиразиевым, или с Максимом Шарафуддиновым. Они не скандальные, наверное, вот это самое главное. Я так считаю. А какие качества из вышеперечисленных присущи вам? И какой вы ведете образ жизни? Нет, это же бывают скандалы. Нет, это бывают скандалы, да, ну что делать? Не без этого. Писали, что я русофоб, писали, что я гей. Причем гей, тема гея была, я знаю, откуда шло. И это висело на одном из информационных сильных порталов. Пока руководство Ария Нос не потребовало эту публикацию убрать. Я понимаю, что я вызываю интерес определенных групп людей. Это и в вашей работе тоже будет, не волнуйтесь. Вас будут сравнивать там, я не знаю, с кем. Поэтому не надо на это реагировать, не надо абсолютно. Я же говорю, что о работе и отчиславности, да, потому что вы же на виду, вы же актер, вы же актриса. Для меня какая-то черта, не знаю, даже трудно сказать. А вот вы сказали, что про вас писали, что вы русофоб. Это правда? Конечно нет. А как реагировать на клевету? Подавайте в суд, если хотите. Просто этот конфликт будет продолжаться. Если будете подавать в суд, это об этом будет писать еще больше. Если я тебе сказал, что я не гей, ребята, они мне сказали, а ты докажи, а я буду доказывать. Это все будет как бы разрастаться. Что самое главное, как журналист, поймите, самое страшное для любого человека, который хочет то или иного, это игнорирование. Если, как закон пиара, что бы ни писали, лишь бы писали. Если не пишут о человеке или событии, то этого ничего не состоялось. Если я приехал в Казань и не зачекинился, то я в Казани и не был. Я доехал до Чебоксара и повернул обратно. Пьянствовал там, наверное, пять дней. Поэтому любой конфликт, который есть, который заложен уже, чтобы его не поднимать, для вас лично, не комментировать ничего. Ну, написали эти идиоты, что я гей, ну ладно. А как вы считаете, для чего они это пишут? Для чего клевещут вас? Подмочу, нет, ну как, с точки зрения, это, наверное, правда. Ну, я же с ними не буду разбираться, я с ними за один стол не сяду. Не то, что я в поле выйти. Понимаете? Я знаю, что они хотят мне подмочить мою репутацию, чтобы у меня там что-то не получалось, или что-то получалось. Ну и что? Ответил более-менее. Салават, вот дайте автограф, говорю, микрофон. Шурис, здравствуйте. Салават, первый курс мастерства телеведущего. Вот сейчас мы… А у Салаваты с вами или? Курбанов. Привет. Взаимно. Мы сейчас с вами в процессе диалога затронули такие темы и таких личностей, скандальные темы и таких личностей, как Ксения Собчак и Моргенштерн. Соответственно, у меня возник такой вопрос. Смотрите, все мы, выбрав данную профессию, делаем себе имя, делаем свой бренд, так или иначе. И, соответственно, возникает вопрос. Смотрите, черный пиар, вот эти вот скандальные выходки, они намного быстрее по времени дают нам возможность сделать себе имя, нежели как-то идти с нуля, зарабатывать себе чистое имя. Это все слишком долго. Ну тогда спускайтесь, набейте мне морду, и у вас будет… Да, у меня будет имя, оно уже будет. То есть, как вы относитесь к тому, что черный пиар, он тебе дает быстрее имя? То есть, вы за это или против? Нет, я не за черный пиар, однозначно. Не за черный пиар. Если вы сейчас выйдете и набейте мне морду, а вас напишут очень много, я вас уверяю, тысячи будут публикаций. Ильян Григорьевич будет давать комментарии, я буду давать комментарии, вы будете давать комментарии, все участники, свидетели этого события тоже будут там где-то что-то писать. Да, но после этого, Салават, вы, во-первых, вряд ли войдете в аудиторию университета, можете закончить ПТУ, например, я не знаю где, на Ашибе, и сходите, конечно. А с другой стороны, вам это надо? Ну, просто смотрите, мы знаем то, что время – это как бы невозглавляемый ресурс в нашей жизни, и, соответственно, черный пиар, он нам, ну, буквально прямо сегодня, буквально в эти же дни даст нам возможность стать как бы известным, нежели идти к этому годами и только к своим 30-40 лет стать какой-то вот личностью и вот получить то, что мы хотим. Классный вопрос, спасибо. Я понимаю, смотрите, есть, я не помню, это, по-моему, у Чехова или у Аверченко, когда там человек попадает под карету, по-моему, у Аверченко или у Чехова, человек напился, классика русской литературы, человек напился, подрался, не заплатил извозчику, а потом о нем написали в газете, он приходит и говорит, мама, про меня написали в газете, мама, я алкоголик, я тунеядец, я идиот, но про меня написали, если хотите быть таким, пожалуйста, ваш выбор. Извините, а вот можно быть таким, а можно это сделать красиво, как та же Ксения Собчак и Моргенштерн, и монетизировать это в твою пользу и получать уже хорошие, так скажем, деньги. Хорошо, а деньги что вам дают? Деньги дают мне независимость и свободу. Вот второе, они вам дают только свободу, независимость они вам не дают, запомните. Ну так или иначе, с деньгами я себя буду чувствовать более уверенно. Вы будете чувствовать себя неуверенно, вы будете себя чувствовать свободно, но свобода – очень ограниченное понятие. Вы имеете в виду, что если вы будете иметь миллионы, и не говорите, пожалуйста, так, если бы я был Моргенштерном, вы никогда не станете Моргенштерном, поймите правильно. Я бы где-то сделал, нет. Вы можете делать хайп, но вы можете выбрать эту тему, не вопрос. Вот то же самое, что я сказал про Антона Волкова, который в Ютьюбе, да, это чистый хайп, это чистый такой. Я не вижу его другим, я не вижу его в роли другого ведущего. Вот он пришел в магазин, поскандалил со всеми, с кем я смог, съел 15 килограммов яблок. Я сказал, у меня будет понос, все смотрят, когда у него будет понос. Вы поймите, что да, это тоже выбор, личность выбора каждого человека. Вы можете за день набрать такую популярность, что потом вам не хватит пятидесятилетий отмыться от этого. Понимаете, вы поймите, Илья Григорьевич, мне, наверное, тоже со мной согласится. У вас в молодости одно понятие. Ну, когда вам будет тридцать салават, у вас будут другие. У вас, когда вам будет сорок, у вас будут другие. Когда вам будет пятьдесят или шестьдесят, у вас будет другая точка зрения. Ну, главное, чтобы потом, для меня, чтобы потом не было стыдно. Понимаете, я же тоже делал какие-то вещи, которые мне стыдно. Понял, спасибо вам большое за это. Можете, Илья Григорьевич, можете хайповать, можете хоть что делать, можете хоть нецензурную брань на машинах писать. А вас будут писать. Но вряд ли вы станете дебютатом от Татарстана. А человек был умный. Блин, я могу привести, опять же, пример Ксении Собчак, которая, ну, если там посмотреть двухтысячных, что она делала и какие там были выходки. Салават, а ваш папа был мэром Санкт-Петербурга? Нет, ну, да, но этот фактор я не учитываю. Ну, о чем речь, о чем вы говорите? Ну, да, хорошо тогда. Здравствуйте, Вадим Выборнов, тележурналистика. Сейчас, вот в наше время, существует такое мнение, что журналистика мертва, российская журналистика мертва. Согласны ли вы с этим утверждением? Да, поэтому мы читаем газеты, мы смотрим телевидение, мы слушаем радио. А тут, скорее всего, не мертва, скорее всего, да? Давайте мы отделять некие вещи, мухи от котлет, скажем так, да? Сегодня большую роль играют социальные сети. И социальные сети, скажем, даже пять лет назад не играли такой роли, как сегодня. Я уже не говорю, там, десять лет назад. Сегодня социальные сети доминируют в информационном плане. Но это не значит, что российская журналистика умерла, что журналистика в мире там передеформирована, ее там не было. И соцсети, и СМИ, они идут как бы в такой связке. В какой-то мере, конечно же, я понимаю своим умом, что соцсети в каких-то вещах, они оперативнее. Это, в принципе, это болезнь той же самой журналистики. Вот мы с Валатом говорили, то, что можно там поскандалить, а вас вот уже напишут. У меня то же самое было. Мы в 2013-м, в пятницу, летом, в 18.03, мы дали информацию, что Якунин ушел из руководства РЖД. В пятницу, да, в 6 часов вечера, в 18.03, я не забуду эту цифру, мы пустили, РИА Новости пустили первыми новость о том, что Якунин ушел из главы РЖД. Через 4 минуты дают ТАСС и Интерфакс. Что для журналистов, для интернетчиков самое главное, это выпустить побыстрее, первыми, чтобы об этом узнали. И вдруг мы узнаем, что Якунин вообще-то не уходил. Мы начинаем проверять. Оказалось, что нам прислали с почты, которую мы получаем из пресс-службы РЖД, почти такая же, только одна точка там лишняя. И мы получаем, мы выплевываем эту инфу неправильно. Потом пришлось долго-долго объясняться, акции РЖД почему-то падали на фоне нашей публикации. Я думаю, что каждый, кто имеет отношение к РЖД, хотел нас пререзать, как минимум. Для того, что в соцсети, то, что вы увидели на улице, машина побилась, там, не знаю, там, старичок упал и съехал, вы сняли, все тут же выложили. Ни с кем же согласовывать не надо, ни с кем же проверять не надо. А газетчик, если он газетчик, он будет... А почему старичок упал? А почему лед не убран? Почему деньги не поступили в казну муниципалитета? Почему дворники не работают? Что скажут об этом медике? Кто такой, который упал? Ветеран труда войны. Что скажут его родители? Какая у него семья? Пока вы это выясняете, день уйдет. А в соцсетях это можно тут же выложить, сказать. Ребята, вот только что случилось, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Содержание, формы и содержание абсолютно разные. И сегодня соцсети, я признаю это, абсолютно я с этим согласен, они идут быстрее, чем журналистика. Но вот эти соцсети повторяют ошибки тех же самых таких хайповых журналистов, журналистов именно, которые говорят, а я вот так думаю и все, без комментариев. Любой нормальный журналист, Леон Григорьевич, как опытный советский журналист, скажет, что мы любой факт проверяли по 500 раз, да, там, и о том тут точку зрения, пятую, вторую. Сейчас этой точкой зрения ничего не надо. Мне кажется, что ради коммеров гей все написали. И на этом, как проверять, где проверять, или вот это. А вот мне кажется, я так думаю. И чем больше статус такой журналист с большим количеством подписчиков говорит, что я так думаю, хотя на самом деле это не так. Вот это я думаю, я считаю, вот эта субъективная точка зрения, она немножко, она выходит вперед, и является таким минстримным, к сожалению, абсолютно непроверенным, к сожалению. Вчера, по-моему, писали, да, что человек летел из... Вчера в самолете слышал историю, тоже неоднозначно. Человек летел из отдыха из цар-маль-шейха в Самару на самолете и повесился в туалете. Вчера я услышал, в самолете я услышал кучу мнений по этому поводу. Одни смеялись, потому что, какой идиот, полетит в Самару и повесится в самолете. А никто же не знал, что за человек, что случилось. Что случилось? Это трагедия человека. Здесь вот в соцсетях ты открываешь туалет, а там человек висит, да, ты себя снял, сказал ха-ха-ха-ха-ха-ха. Помните, что вы работаете с людьми, и любая ваша публикация, она может ударить так по человеку, что он никогда не... Он может уйти, я не знаю, из жизни. Вы работаете с людьми, поймите правильно. Любое слово, любое ваше выражение, особенно в общественных местах, это, конечно же... Вы несете за это ответственность, вы поймите. Скорее, не профессионально, профессионально тоже. Человеческую. Давайте вот мы девушке дадим, которые как в тельняшке вот это. Я ответил на вопрос? Добрый день, меня зовут Валерия Фридрих, первый курс режиссура телевидения. У меня такой вопрос. Боже мой, режиссура телевидения. Как внешняя составляющая журналиста, корреспондента, ведущего влияет на восприятие телесмотрителя? То есть допускает ли телевидение людей такой сферы с внешностью, которая не соответствует стандартам? Ну, для меня, конечно, сейчас уже нет такого понятия в соответствии с стандартам. То есть цветные волосы, пирсинг, дефекты речи. Как вы сами к этому относитесь? Потому что для меня это норма, а у родителей, допустим, вызывает некую дискуссию. Да. Хороший вопрос. Я часто обращаю внимание, как одет корреспондент, как журналист в кадре одет. И я все больше и чаще замечаю, что я раздражаюсь внутренне на его вид. Он в обычном свитере, купленный в смешных ценах. Я не вижу в нем такого человека, который достойно одет. Это моя точка зрения. Если человек выходит на прямой эфир в костюме, в галстуке, для меня было приятнее. Но для вас это, наверное, привычно, если бы там пирсинг, там что-то еще там, если бы там что-то еще было на лице, скажем так, или там на зеленые-красные волосы. Но для вас это нормально, скорее всего, для вашего поколения? Скорее всего. Для меня привычно видеть классическую одежду. Вы как режиссер поймете, когда вы будете делать программу, если один придет в желтом, другой в синим, другой в этом. Может, для вас это будет интересно, для меня нет. Для меня будет вот это пестрое, для меня не... Мы другое поколение, поймите, мы другое поколение. Мне еще убивать, когда коллеги мои говорят по телевидению с прямым включением, Дим, а ты скажи там, а что там случилось? Короче, да. Вот этот дебил Дима оттуда говорит, ты знаешь, Настя, вот там вот так случилось. Они друг с другом болтают, или они с многомиллионной аудиторией общаются. Вот это тыканье, вот это, блин, вот эти слова-паразиты убивают больше, чем одежда, честно вам скажу. А что там за прикол, например, в центральном... Ну, сейчас не буду говорить, какой канал, конечно, не скажу. А что там за прикол на фоне выступления во Франции? Какой прикол, ребят? Там трупы. Какой прикол? Ну, в принципе, восприятие у вас другое. Ничего страшного в этом не происходит, абсолютно. Вот, честно скажу вам, ничего такого страшного не происходит. Если для вас это норма, абсолютно никаких нет. Ну, смотрите, а если, допустим, человек с зелеными волосами, с пирсингом информационно и умственно будет больше наполнен, чем человек в костюме? Ну, конечно. Так сделать так, чтобы у него были нормальные волосы, и пирсинга не было, это моя точка зрения. Но если он таким себя считает, то пускай ходит. Для меня такой человек важнее, чем идиот, одетый в костюм. Надеюсь, это не... Если человек с зеленой волосой пирсинг, это доказательство свободы. Вы думаете, у меня там не было сережки, что ли? Конечно, я тоже ходил с пережкой. Я же говорю, у меня был ирокез и сережка, как идиот ходил. Это я сейчас считаю, что я был идиотом. А тогда это было нормально. Такое восприятие... Это нормально для вас, ничего страшного нет. Поэтому, что касается ваших родителей, у меня тоже, знаете, дети говорят, пап, ты не так делаешь. На WhatsApp я сто лет вожусь. Для меня это новая программа, для них это нет. Поэтому пускай будут зеленые волосы, человек творческий. Почему нет? Конечно, да. Многие наши... Вот сейчас... Один из бизнесменов, не буду говорить, как он на работу ходил в твиттере, довольно очень известный бизнесмен, у него был такой мячик, и когда он ходил по офису, а там кто как хотел одевался, и когда кто-то спал, он подходил и бросал в него мячик. Он был директором. То есть, это отношение к работе. Не важно, как ты одета, как ты выглядишь, делай хорошо свое дело. Спасибо. Если я ответил правильно, мы сейчас дадим слово наверх, и быстренько пройдемся. Сколько у нас еще времени? Заканчиваем, да? Уже закончится. Давайте еще два вопроса, и все. Ладно? Мы прямо очень коротко. Ладно, друзья? Здравствуйте. Солматина Александра. Первый курс режиссура. Как вы относитесь к тому, что с каждым годом российские СМИ становятся все более зависимы от власти, и им дают меньше свобод, чем это было в условные те же нулевые года. Да, в нулевые. Вы жили в нулевые? Я родилась в 2000 году. Вы родились в нулевых, да? А вы были в Чечне в нулевых? Нет. Не были. А я был в Чечне, в Дагестане в нулевых. Когда одна сторона говорит, что вот эти идиоты, а другие вот это, а люди гибнуты. Вы, может быть, не знаете, но вы имеете в виду, что на территорию Чеченской республики упало две Херосимы. Две Херосимы. И когда говорят, что вот их надо давить, нет, не надо их давить, потому что это мои соотечественные. Другие говорят... Сейчас, секундочку. Когда вот эта разнузданность, когда некая свобода говорить все, что угодно, считается за демократию, нет. Я здесь даже говорила не больше о том, что говорить все, что угодно, а иметь разные точки зрения, на одну ситуацию. Когда ты смотришь телевизор, ты видишь только одну единственную точку зрения. Других точек ты не видишь. Ну, например, например. И я считаю, что это неверно. Ну, например, какую точку зрения? Допустим, насчет действий Путина в какой-то степени или про того же самого Навального. В телевизоре говорят только одно и при этом не показывают что-то другое. А что должны показать, кроме Путина? Или там, кроме кого-то еще? Или кому-то кроме еще? Когда у нас были в стране митинги в январе этого года, все говорили лишь о том, что это... это эти люди глупые, непонятно за что борются, Навальный такой же, и не было каких-то весомых аргументов. При этом точку зрения за на телевидении никто не излагал. Этого не было видно. Ну, я немножко... Если я не так понял, если я не так понял вопрос, я попробую понять. Смотрите, вы говорите, что у нас очень мало сюжетов о свободе, что там разные точки зрения. Разные точки зрения есть, вы можете посмотреть и на НТВ, и на первом канале, и на втором канале. Абсолютно спокойно. Эти точки зрения есть. Я про Навального и компанию не говорю. Все те, кто работает за... Это личное искреннее мое мнение. Все, кто занимается за деньги из-за рубежа, что касается, так называемым иностранным агентом. Скажите, пожалуйста, какие фонды из России спонсируют американские журналисты? Вы сейчас говорите про Медузу и прочие СМИ, которые у нас в России называют иностранными агентами. Так? Они же говорят про Путина разные. Да, говорят. Но они в основном публикуются в интернете. Мы же говорили, что больше... Мы сейчас имеем в виду, что большей ролью играет соцсети и интернет. А я говорила про телевидение. Именно про телевидение. Заказчикам все те каналы, которые вы говорите, являются государственными. Так? Их спонсируют государства, так? Да. А было бы правильно, если бы государство спонсировало и говорили бы мы плохое государство? Да. Это было бы хорошо? Да. Это мировая практика? Да. Да! Возьмем CNN. Не знаю, что-то еще. Это государственные каналы? Признавать свои проколы это правильно. Мы признаем. И многие европейские, американские, и Америка в том числе, они свои ошибки признают. В России же я такой практики не видела. Я думаю, что вы однобоко сосудите, к сожалению. У нас время уходит, да, уже? Вообще нет. Вы очень так, как человек творческий, да, так вот относитесь к власти, всегда так с оппозиции, с точки зрения. На самом деле, это, конечно, не так. Вы посмотрите, что у нас есть каналы и американские, и французские, которые вещают на нас, и есть госканалы, которые работают на государственные деньги, и ничего удивительного нет. Понимаете, когда Райкин, Костя Райкин делал спектакль довольно скандальный, да, против власти, причем не то, что там против власти, а критикуя, да, не говоря об этом, но при этом получая деньги от московского правительства, тоже думаю, что считаю неправильно. Мы последний вопрос зададим, вот и все, мы уходим, взяли. Дайте нам микрофон вот сюда, пожалуйста. Буранова Екатерина, режиссер телевидения. Я хотела задать вопрос, ну, более общий такой, как вы начинали свой карьерный путь, вот, ну, вообще на телевидении, с чего вы начали, помогали где-то, участвовали, кассивали проходили? Часто я на телевидении не был, не начинал, я не работал в телевидении. Вообще в сфере СМИ? В сфере СМИ, да, у меня был клык, который я здесь, он мне не позволял выходить, это вот то, что сказала девушка, да, я сейчас, наверное, может, выходил бы с клыком, но сейчас у меня клык убран, я тогда стеснялся очень сильно картинки, это было в советское время, не очень форматное мое лицо, скорее всего, стандартный стандарт, а так начинал я, ну, наверное, я начинал в девятом классе, первая публикация в районной газете в Оренбургской области, потом была армия, большая, большая практика в армии, поскольку я работал в дивизионной газете, было очень много встречи, интервью с Ириной Олегровой, с Олегом Газмановым, с Игорем Николаевым, понялся попса, но это были очень хорошие исполнители в свое время, и сейчас то же самое, мы с ним немножко пьянствовали, они немножко мне давали деньги, чтобы отвезти меня в воинскую часть, потому что я был не в состоянии ехать на общественном транспорте, и вот эти личностные отношения, они позволяли развиваться, потом был журфак МГУ, и работа на московские новости в Израиле, сегодня три года, очень классный период, работа по большим проектам, в том числе с Леонидом Григорьевичем, я еще работал на Олимпиаде в Ванкувере, и презентовал универсиаду 2013, вот в этой шампочке, за которой очень сильно получил по голове, потому что у нас был контракт с воском, и мы должны были одеваться в форму воском, а я хулиганил, и пришел в татарской шампочке, за это они меня отчислили от обеда на две недели, хорошая была кафешка, вот и большие проекты, мегапроекты, чемпионат мира, чемпионат Европы, олимпийские игры, где нас жалели канадцы, потому что мы там продули по хоккею и по всем остальным, личные знакомства, вот это позволило как бы вот врасти, главное не комплексуйте, у вас все получится, хорошие вопросы, хороший ответ, я думаю, что вы получили от меня, вы меня извините, я должен бежать, спасибо, вам спасибо, он сейчас гузер возьмет за шиверт, мы убежим, вот и потащит меня к писателям, таким вот умным, состоявшимся, вот, еще раз спасибо премии Глаголица и руководству, я говорю, я хочу Толчинскому, вам спасибо за умные вопросы, за классные, вы ничего не бойтесь, если что-то пишите, я есть в фейсбуке, лучше писать на фейсбук, Радик Амиров, если что, почта Радик Амиров, Mail.ru, без точек, без припинаний, Радик Амиров, Mail.ru, любые вопросы, постараюсь ответить, как смогу, ребят, лучшие вопросы, я выберу двух людей, это Салават и Василис, так что книжкам, можете взять у меня, с автографом, извините, я бы раздал всем мои книжки, но, так получается, что выбор пал вот на двух товарищей, спускайтесь сюда, спасибо вам, АПЛОДИСМЕНТЫ, АМИР АПЛОДИСМЕНТЫ, АПЛОДИСМЕНТЫ